Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня у нас будет такое необычное видео, которое, в принципе, я придумала сама, тематику этого видео. Не знаю, возможно, может быть, когда-то кто-то и снимал такое видео, но я лично нигде такого не встречала. Поэтому мне кажется, что я первая буду в этой теме, но если вы уже видели такие ролики, то пишите в комментариях. Сегодня я хочу снять видео на тему, что бесит парфюмерного блогера. Я знаю, что есть темы подобные, что бесит парфлюбителя, парфманьяка. Я сегодня хочу рассказать именно о том, что бесит парфюмерного блогера. Прежде чем начать это видео, девчонки, мальчишки, хочу сказать одно. Не воспринимайте всерьез то, что сегодня я буду рассказывать, не принимайте что-либо на свой счет. Я просто снимаю это видео с целью просто повеселиться, просто повеселить вас. То есть просто тематика такая развлекательная, поэтому не воспринимайте все серьезно и не обижайтесь ни в коем случае. Просто я как-то, знаете, я читала комментарии, к примеру, у себя на своем канале, у других парфюмерных блогеров. И вот просто как-то решила такую подборку сделать, нескольких пунктов, точнее у меня, по-моему, 12 пунктов, что может раздражать парфюмерного блогера. Итак, давайте приступим. Так, я здесь выписала все вопросы. Первый самый пункт, это, знаете, можно отнести и к парф-блогерам, и просто к парф-любителям. Это зачем тебе столько парфюма? И знаете, меня порой это удивляет, потому что мне это пишут под видео, под видео о коллекции парфюмерии. Видя, что, в принципе, у меня контент парфюмерный, и люди все равно не перестают спрашивать, зачем тебе столько парфюмерии. Сначала я как-то злилась, пыталась как-то там ответить, объяснить, потом я просто стала уже либо смайлики отправлять, либо еще что-то. Но просто, знаете, интересно тот факт, когда у тебя парфюмерии мало, люди говорят, ой, неинтересно смотреть, мало парфюмерии. Когда у тебя парфюмерии много, говорят, зачем тебе столько? Вот первый такой пункт. Второй пункт, это зачем тебе столько ненужной бюджетной парфюмерии, продай все и купить два нишевых аромата. Тоже иногда это прям вот забавит, потому что не знаю даже как это описать, что людьми правит. Мне кажется, когда человек действительно увлеченный, парф-любитель, он не будет так писать, он в принципе не разделяет ароматы на нишевые, на бюджетные, на люксовые. Он просто выбирает ароматы, которые ему нравятся. Вот это тоже как бы веселит так этот вопрос и смысл. Мне кажется, если блогер так и сделает, то потом этот же человек через какое-то время ему напишет, как у тебя скучно, пошел я на другой канал. Потому что твои два парфюма мне уже надоели. Третий пункт такой у меня был, когда я снимала видео о парфюмерии, о коллекции парфюмерии. Мне написали, что видео неинтересные, неинформативные. Вот этот пункт как бы не только об этом, но и в общем относится к тому, когда люди видят заголовок ролика и пишут при этом комментарии, которые вообще неуместны. Допустим, коллекция парфюмерии, хранение парфюмерии. Человек пишет, и что ты показала, как хранишь, и что в этом интересного. Ну то есть вот такая тема. Еще следующий пункт, когда человек спрашивает, знакома ли ты, допустим, с вот этим ароматом, небюджетным. Ты, допустим, пишешь, нет, не знакома. Тебе пишут, ну так купи. Ты говоришь, ну как бы это не бесплатно, на это нужны деньги. Тебе говорят, ну купи, ты же блогер, ты должна покупать. То есть вот такие моменты. То есть когда люди считают, что блогер обязан, что у тебя нет ограничений по финансам, ты должна покупать и рассказывать, а человек уже подумает. Потом тоже такие моменты еще есть. А следующий это тебе прислали на обзор, значит ты говоришь неправду. Тоже такое заблуждение, которое вообще в корне неверно, потому что если даже присылают на обзор тот или иной аромат, то никто от блогера не просит говорить хорошо. От блогера просят выискать впечатление. Допустим, то, что аромат, просто вы там, допустим, рассказываете о магазине, показываете парфюм, но это не значит, что если блогер действительно хвалит аромат, то это его попросил так сделать владелец интернет-магазина. Нет. Также если какие-то обзоры, то это не значит, что если блогеру прислали на обзор, с него просят какого-то, каких-то хвалебных отзывов. Нет, ему просто говорят протестируйте, выскажите свое честное впечатление, мнение, потому что компаниям это нужно для того, чтобы улучшать свое качество обслуживания и качество товара. Так, следующий пункт, ты неправильно описываешь ароматы. Там нету, допустим, розы, а ты говоришь, что там есть роза. Опять же, такой момент, все мы индивидуальны, все мы разные. Кто-то чувствует в этом аромате розу, кто-то не чувствует. И поэтому иногда удивляет, когда любители парфюмерии, парфлюбители пишут в комментариях такие отзывы, что нет, там этого нет, ты глупая, ты не тот чувствуешь. Вот это тоже удивляет. Следующий пункт, это зачем ты читаешь ноты? Мы можем ноты прочитать на фрагрантике. Не читаешь ноты? Пишут в комментариях. Почему ты не читаешь ноты? Надо зачитывать ноты. Все, занавес. Следующий. Неправильно произносишь название, неправильно все читаешь, неправильно произносишь. Ты должна, ты вот так, ты должна вот так. В этом плане, да, есть такое, что какие-то названия, допустим, я или какие-то другие блогеры произносят неправильно, в силу того, что они не владеют, допустим, французским языком, и они не могут произнести, да, можно заранее подготовиться к видео. Я с этим не спорю, я сейчас так и стараюсь делать. Но порой удивляет, когда люди, в принципе, пишут сами неправильное произношение, и при этом говорят тебе, что ты неправильный, ты неправильно все делаешь. Поэтому такой пункт, что человеку надо быть уверенным в том, что он говорит. Поэтому вот, прежде чем кому-то что-то доказывать. Следующее. Подари мне аромат, у тебя же их так много, дай мне парочку. Вот это меня тоже, кстати, удивляет, когда люди просто могут написать, ну, у тебя же много, дай мне. Что значит дай? Заработай и купи, как и все. Следующий пункт, что не нравится партблогерам, что раздражает, это когда люди в комментариях пишут очень грубо, высказывают про ароматы. Я, допустим, не очень люблю, когда, допустим, я рассказываю о каком-то аромате, и мне нравится, когда критика конструктивная. То есть, люди пишут, а мне вот не нравится, мне пахнет тем. А бывает такое, что люди просто пишут очень грубо. То есть, мне это пахнет. И прям вот, знаете, чисто на русском. Или что-то вот такое, и причем высказывается очень грубо, хабалисто, мне это не нравится. Следующее, это комментарии. Это не то, что прям бесит, но порой мне непонятны такие комментарии, когда люди пишут. Допустим, ты показываешь заказ какого-либо интернет-магазина, или просто ты где-то купил духи, и где-то через полгода тебе приходит комментарий под видео. То есть, сколько стоит этот парфюм? Меня всегда удивляют такие вопросы, потому что, ну, это, мне кажется, в принципе, нелогичный вопрос. Во-первых, потому что цены меняются каждый день, и мне кажется, проще просто зайти в Google, вбить название аромата, и посмотреть актуальную цену в том магазине, где тебе будет удобно купить этот аромат. Потому что, мне кажется, что это просто бесполезная трата времени задавать такой вопрос. Потому что, ну, это сегодня я заказала аромат за 5 тысяч, завтра он стоит 10. Если человек спрашивает это для того, чтобы узнать для себя, проще посмотреть где-то в интернет-магазине, или в магазине уже. А если человек просто интересуется из любопытства и считает чужие деньги, ну, это тоже не очень хорошая черта. И последний, наверное, пункт у меня будет, что раздражает парфблогеров, в первую очередь, конечно, меня. Это когда между парфблогерами, между нами, коллегами, происходят какие-то недопонимания в том плане, когда люди пытаются унизить друг друга и за счет этого как-то возвысить себя. Вот это мне не нравится. Я считаю, что если люди занимаются одним и тем же делом, идут в одном направлении, занимаются, в принципе, одной деятельностью, они должны поддерживать друг друга, поддерживать контакт, обмениваться какой-то информацией, делиться каким-то опытом. Но ни в коем случае не осуждать друг друга, не пытаться уколоть другого, своего коллегу. Поэтому вот это мне не нравится, когда начинаются вот такие вот непонятные ситуации между блогерами, когда они начинают скандалить, все это на виду, подключаются зрители, начинают тоже это все подогревать. Вот это мне очень-очень не нравится. Также, кстати, отсюда вытекает последний пункт, когда сами зрители пытаются столкнуть лбами блогеров. Я такое встречала, к сожалению, когда начинают писать специальные люди, нехорошие вещи, допустим, либо про другого человека, либо этому человеку начинают писать что-то про тебя, чтобы увидеть вот эту реакцию, чтобы вы как-то среагировали, какие-то ситуации подстраивать, чтобы вы поругались, чтобы это все было публично, и чтобы люди посмотрели, сделали вот так, и порадовались. И, как говорится, людям хочется зрелищ. Поэтому, мои любимые девочки, пар в блогеры, кто меня сейчас смотрит, давайте все будем жить дружно, чтобы не поддаваться на такие провокации. Я лично очень рада своему каналу за то, что я нашла просто невероятное количество девчонок, пар в блогерах, с которыми мы общаемся, с которыми делимся опытом, делимся эмоциями, это круто. Также у меня очень много зрителей, с которыми мы общаемся лично. Мне это все очень нравится, поэтому, девчонки, хочу, чтобы вы улыбнулись. Я просто решила как бы высказать свои такие, не то что там негатив, а просто призвать вас быть добрее, быть более лояльным к блогерам, бежать своих любимых блогеров позитивом, писать комментарии, общаться с ними, ставить лайки, чтобы у них было больше настроено для того, чтобы снимать новые интересные видео, но ни в коем случае не расстраивать их. Вот, поэтому я вас всех очень люблю. Видео, конечно, получилось мне не информативное, такое больше болтологическое, просто поговорить, высказать. И, девчонки, мои пар в блогеры, кто смотрит это видео, если вам интересна эта тема, тоже присоединяйтесь, снимайте такие видео, что бесит пар в блогеры, что не нравится вам, может, какие-то ваши такие комментарии, истории, что вам не нравится, будет это очень интересно. Возможно, ваши зрители, ваши хейтеры посмотрят это видео и поймут, наконец-то, что не надо писать вам негатив, поймут вас просто как человека, а не просто блогера, который перед ними на экране. Поэтому всем добра, всем позитива, всех вас очень люблю и встретимся совсем скоро. Пока-пока!